Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам сегодня, как в домашних условиях можно сделать вкусные, классные, ароматные фруктовые чипсы. В данном случае это будут апельсиновые чипсы. Для этого нужно всего лишь навсего апельсины. Здесь 3 килограмма ровно. Почему 3 килограмма? Потому что 3 килограмма входит мой дегидратор. Вот сейчас покажу основные правила, которые я использую для приготовления данных чипсов. Ну и после сделаю обзор самого дегидратора. То есть вкратце расскажу, что он может. Да, покажу основные функции. Итак, поехали! Начинаем с мытья апельсинов. Итак, апельсины я помыл. Теперь что делаем? Берем прибор для нарезания слайсов. И начинаем нарезать слайсы. Толщину отрегулировать необходимо в пределах 5 миллиметров, не толще. Тоньше тоже особенно не нужно, потому что после усушивания они будут просвечивать нам на свет. То есть нам нужно, чтобы хоть миллиметров 3 в толщину они все-таки имели. Поэтому в пределах 5 миллиметров выставляем толщину нарезаемого апельсинчика. Поехали! Итак, что у нас получилось? Получились ровненькие слайсы толщиной примерно около 5 миллиметров. Так, что будем делать дальше? Дальше берем решетки с нашего дегидратора и начинаем равномерно ровненько раскладывать. Эта сетка уже идет для сушки под цедру. Ну и приступаем к завершающему этапу. Непосредственно сам дегидратор я уже загрузил. У меня в частности дегидратор Ромид. Дрим модерн. Это хороший дегидратор на 10 сеток. Здесь также есть вот такие вот подоны для пастилы. Вот они влазят на сетки, становятся. Можно туда пастилу разливать, готовить. На семих сетках я уже готовил. Джерки готовил, бастурму сушил, яблочные чипсы сушил. Да и многое еще чего. Травы сушил. Поэтому довольно хороший многофункциональный аппарат. Чем он, собственно, и хорош, что вентилятор находится сзади. Сзади. И обдув происходит равномерно по всем непосредственно сеточкам. То есть здесь нет перемешивания запахов, во-первых. Во-вторых, идет равномерный обдув всех сеток. Что мы сейчас делаем? Включаем, выставляем режим 55 градусов для сушки, в частности, наших чипсов фруктовых. Время 10 часов. Нажимаем старт. Все, оно поехало. Я еще включу функцию поддержания температуры. То есть это что такое? После 10 часов работы, как закончится наш основной режим, дегидратор автоматически скинет температуру на 35 градусов. И в течение суток, если до этого вы не выключите, будет поддерживать эту температуру. Ну, на тот случай, если вы куда-то ушли. Все, через 10 часов я уже покажу готовый результат. Итак, друзья, сушка закончилась. Значит, как вчера я вам говорил, я оставил на 10 часов при 55 градусах. Потом я добавил еще 2 часа, и потом добавил еще 2 часа. В итоге получилось 14 часов сушилось все при температуре 55 градусов. Значит, что у нас получилось? Я вот сеточку специально одну оставил, чтобы вы видели, насколько произошла усушка самих чипсов. Вот так вот они выглядят. Сухие абсолютно, видите. Вот так вот они ломаются, как настоящие чипсы. Вот, значит, что у нас получилось по весу? Вчера было 3 килограмма, если быть точнее, 3 килограмма 100 грамм. Здесь, итого получилось 530 грамм. Выход получился 17% с апельсинов. Сразу напоминаю, что верхушку жопки я не считаю. То есть, они будут отдельно на цедру использоваться. Значит, что по поводу вкуса? Опять же, говорю субъективное свое мнение. Я весьма прохладный любитель цитрусов. Но вам скажу, довольно интересный вкус. Единственное, что данная вот эта вот шкурка, она жестковата. И по вкусу напоминает, ну, когда ешь его, по вкусу напоминает апельсин, который вы будете есть с кожурой. И только все в концентрированном, в таком высушенном состоянии. Для детей, я думаю, это будет довольно интересно, вкусное лакомство. Потому что есть дети, которые свежие фрукты, овощи некоторые не едят. А вот эти чипсы, в частности, яблочные чипсы, ну, довольно хорошо кушают. Ну, и плюс напоминаю, что здесь, ну, кладезь витаминов. Все, что есть в настоящих, в живых, свежих апельсинах. Вот здесь все присутствует, ну, грубо говоря, только с усушкой в 6 раз. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok